Всем привет! Блендер 2.81 В этом ролике хотелось бы выполнить свое обещание рассмотреть как делаются риги на скорпиона, на паука, на медведя хотел снять разные ролики, но все повторяется по прошлым роликам скелет вроде сильно не меняется за исключением некоторых деталей, так что решил все риги вот эти вот показать в одном ролике, смотрим вот такая вот анимация получается у медведя вот такая походка, его еще нужно доделывать движение головы добавить, мышцы, боковая, лицевая вот эта часть тоже движение тела влево-вправо на несущую ногу давайте рассмотрим как все выглядит риг у него так заходим в edit mode и вот вы видите что в принципе риг ничем не отличается от кошки от собаки за исключением количества вот передних костей там было четыре, здесь три, здесь тоже три кости вот колено, потому что больше схож он с человеком вот такая вот уши как ставить в прошлый раз я показывал тоже по моему в обезьяне или на льве так вот челюсть нижняя, если мы нажимаем вот давайте зайдем опять же в режим позы нажимаем R, вот мы можем вводить челюсть вот она крутится, вертится, вот такая штука Ctrl R назад также уши движутся, тройка на нампаде R, вот вы можете ушами вот так вот вводить следом вот еще можно кость на хвост добавить но она, хвост у меня цельный, поэтому я не стал добавлять кость чтобы не отрывалась, не вытягивалась тут часть надо его отделить и потом уже будет и хвост работать что еще тут есть? ну в принципе лапы точно так же inverse kinematic соединяем вот эту косточку это уже виднее будет в edit mode вот эту кость соединяем через shift с этой и жмем Ctrl P и жмем и offset соединяем следом заходим в post mode и соединяем вот эту косточку вот с этой желтой и жмем Ctrl Shift C и нажимаем inverse kinematic ну в принципе вот такая штука здесь кости вот эти вот вот эти вот косточки они держат толщину именно живота здесь две кости добавлены именно держат грудь чтобы она не проваливалась при движении лап здесь ключицы две штуки здесь челюсть нижняя связана вот с этой костью Ctrl P keep offset уши тоже связаны с этой косточкой вот так вот перешив тоже keep offset делается модель от таза и кости ведутся сюда если вы делаете хвост то от этой косточки по прошлым роликом вытягиваете тоже косточку и она уже идет на хвост здесь косточка вот эта держит именно таз эти косточки две держат толщину бедер чтобы они не проваливались и не деформировались ну в принципе ничего такого серьезного это направляющие кости которые держат колено не дают ему искривляться уходить куда-то в бок колено смотрит на вот эту косточку это опять же по прошлым роликам ну в принципе ничего тут такого сложного с медведем я не почувствовал единственное что можно еще добавить какие-то возможности скелету но это уже я в будущем буду разбираться и добавлять показывать ну что поехали следующий скелет рассмотрим и вот скелет паука здесь тоже ничего такого серьезного нет единственно сейчас я зайду в режим позы и посмотрю вот все тут сделано единственное что следите вот вы видите что лапа задирается вот так почему это происходит во первых нужно нажать на inverse kinematic кость и зайти вот в эту настройку bone constraint и вот здесь уменьшить допустим поставить три кости вот чтобы вот эта кость отвечала за раз два три кости ну и теперь можно попробовать опустить посмотрим что выльется ну вот все работает все нормально функционирует так еще какие здесь могут быть у вас проблемы я специально его оставил с проблемами жмем g и вы видите что не поднимается кость вот эта лапа не поднимается это в чем проблема я забыл вот здесь вот так добавить ну перед shift вот эту вот объединить надо так смотрим ctrl p она объединена ну в чем проблема тогда вот этой косточке нужно отделение alt p clear parent смотрим на нее смотрим чтобы деформация была отключена опять заходим в режим позы нажимаем на вот эту косточку и жмем g вы видите все она начала функционировать если у вас лапы начнут одна за другой тянуться то отрегулируйте именно вот эти вот настройки вот не шесть костей вот если вы будете поднимать вот эту лапу вот как у меня g вы видите она тянет соседнюю ctrl z почему это будет происходить потому что здесь установлено влияние вот она реагирует на шесть костей и зацепляет вот эту косточку нижнюю нужно поставить ей три кости и вот теперь если вы будете поднимать g вы видите что она не тянет соседнюю лапу что еще тут есть тут есть центральная кость к которой привязана вот эта косточка вот смотрим вот к этой кости это я сейчас уже наверное в edit mode покажу вот она кость и нажимаете на нее на следующую shift левая кнопка мыши вот на эту кость тела и объединяете ее ctrl p keep offset вот вы нажимаете и она объединяется также вот косточка вот эта она отдельная g вы видите что она отделяется и вот ее нужно связать вот с этой костью тела тоже нажимаете на кость задницы и shift левая кнопка мыши на кость тела жмете ctrl p keep offset ну и давайте посмотрим как все это дело работает объединим вот этого персонажа в object mode зайдем нажимаем на персонаж и жмем shift левая кнопка мыши на скелет и жмем ctrl p и добавляем автоматически веса веса смонтированы теперь давайте в post mode и вот еще на что следует обратить внимание здесь вот нет лапок здесь вот именно острие и на них она ходит этот паук и делаем инверс кинематик первой кости в следующей модели обратите внимание где находится вот именно инверс кинематик вот эта кость и в следующей модели я покажу где должна она быть на той модели так нажимаем g и вот мы можем передвигать лапы и теперь можем поставить другой вид костей ну допустим сетку чтоб не мешалось и вот теперь вы видите какой идет изгиб вот лапа ставится вот так также r может ее выкручивать так вот таким вот образом вот так вот она работает конечно можно еще добавить к этим костям полностью и вот эту косточку как на ногах у человека у льва и у медведя проблем не будет будет еще наверное лучше теперь g вот эта центральная косточка вы видите он вводит паука вот она вот так регулируется так что еще тут работает работает вот задница вот таким вот образом и если на нее нажать и нажать r то вы видите что попка работает не зацепляет лап вот так сверху выглядит паук паук не мной делом он скачен с интернета претензий наверное не будет но мной доработан объединилось все тут кое-какие детали я поменял задницу чуть меньше и лапы немножко друг от друга поуводил чтобы они при дайномеш и изменении сетки не слиплись для объяснения вот такая штука смотрим следующего персонажа следующий персонаж скорпион здесь вот именно обратите внимание на то как делать где находится inverse kinematic не на нижней вот этой части а вот именно на сгибе чтобы это все работало G вот таким вот образом вот так все это дело работает также здесь присутствует косточка центральная она вот вводит скорпиона вверх вниз вот так вот может делать что еще здесь здесь использован принцип именно головы животного льва вот это нижняя челюсть вот вы видите что она работает теперь может вот так вот двигаться и вот следует она за вот этой костью вот так тут также присутствует именно косточка вот эта для которая будет руководить именно вот это inverse kinematic вот так а вот эта кость играет теперь роль ступни как в прошлой модели у льва и у человека ну получается ступня скрещена теперь с нижней челюстью и вот теперь вот такие вот получается тут пироги вот так это все работает вот входит клешня все нормально теперь вот еще вопрос в чем вот с хвостом G вот это у нас хвост вот так он работает вот такая у него штука здесь на нее можно нажать опять же G все поднимается и если мы вот эту хвостку будем выкручивать вы видите что меняется поза персонажа лапы тянутся за персонажем вот такая прикольная штука ну а тут уже для анимации нужно использовать как ходит именно скорпион я лично пока не изучал этот вопрос паук тоже там очень много ног где какая передвигается тоже нужно будет изучить ну и вот так все это дело G уводится и вот так ставится а вообще раскладка делается вот таким вот образом хвост у персонажа делается ровным и все лапы делаются симметричные и вот эти лапы тоже делаются вот таким вот образом ну так где там G вот такой получается раскит у скорпиона и вот на него потом надо накидывать именно косточки вам и удобнее будет делаете одну сторону одну лапу а потом Shift D дублируете подставляете и связываете вот с этой центральной косточкой нажимаете вот на эту косточку перешив на эту и жмете Ctrl P и все лапы к одной кости крепятся вот эта кость фиксирована вы видите вот привязана тоже к центральной хвост тоже перешив делается Ctrl P и ну и все в принципе так G и вот так вот работает вся эта система вот вот такие три персонажа в принципе ничего тут такого нет смотрите за inverse kinematic где они находятся где у вас идет колено чтобы сгибалась именно вот вот эта кость чтобы сгибала именно колено а не вытягивала и не было ступней также смотрите еще внимательно за связками за вот этой косточкой чтобы она тоже была привязана чтобы все вот у вас будет работать вот в таком духе если кому-то понадобится нужны вот эти риги которые я сделал я могу вам переслать их по почте именно FBX форматом без персонажа вот такая штука все всем пока до свидания до свидания до свидания